Открытая студия Так как не успел вам ничего рассказать за эфиром, познавайте информацию вместе со всеми нашими слушателями и зрителями. Вещаем мы в прямом эфире, одновременно через FM-трансляцию и телеприемники. А это значит, что все, кто разместился в голубых экранах уже сейчас, могут присоединиться к нашей беседе. Дозвонишь по номеру телефона 99 45 45 или отправишь сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Также, прежде чем мы приступим к диалогу с нашим гостем, короткий дайджест новостей. Итак, с сегодняшнего дня в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Заполярье снова начинают работать дневные стационары медицинских организаций. Исключение Печенская, Манчегорская и Кандалажская больницы. Напомним, что с 21 февраля уже действуют дневные стационары Апатистско-Кировской ЦРБ. Следующая новость. Сегодня в Мурманске проходят соревнования по фигурному катанию в рамках 62 праздника североучащихся. Они начались в 8 утра. За победу борются более 80 спортсменов от 9 до 19 лет из Мурманска, Кировска, Апатитов, Оленигорска, Североморска и Петрозаводска. Особый гость – золотая медалистка Олимпийских игр 2014 года в Сочи Екатерина Боброва. Она проведет для юных спортсменов мастер-класс. Ну и последняя новость. Детская театральная школа Мурманска отметила юбилей. Ей исполнилось 25 лет. Это учреждение входит в Союз детских театральных школ России и ежегодно дарит регионы талантливых выпускников. Они снимаются в кино, участвуют в телепроектах, работают на телевидении, ставят спектакли в России и за рубежом. Более 20 выпускников уже работают преподавателями в российских и зарубежных школах искусств и театральных школах. С новостями мы покончили, можем приступать к беседе. Почему мы сегодня пригласили именно Екатерину? Потому что есть у нас забавный, на мой взгляд, инфоповод. 14 марта отмечается Международный день вопросов. Я вот, если честно, о таком празднике не знал, когда наш выпускающий редактор мне сообщил об этом. Я прям призадумался, каких вопросов вообще могут идти речь, почему их культивируют в праздник. Но время такое, мы задавать вопросы любим всегда. Сегодня же мы поговорим о неудобных вопросах. Вообще, что может это означать? Как можно расшифровать такое словосочетание, как неудобный вопрос? Неуместный, неадекватный. Каким-то таким можно образом. Это то, что, может быть, человек рассказывает про себя, а не про другого, скажем так. Ставя другого в неудобную ситуацию. И все-таки вы отвечаете мне на мой вопрос, а у меня вопросов появляется только больше. Естественно. Неуместный, неадекватный. Давайте начнем с неадекватного. Что это значит? Неадекватной ситуации, неадекватно сложившимся условиям, возрасту, рангу. То есть здесь может быть все, что угодно. Здесь мы можем говорить от ребенка, который задает неуместный вопрос, а пикантный, допустим, за столом, когда сидят взрослые, до того, например, как спрашивают, а чего ты так поправилась, например, или почему жениться до сих пор не успел. Ну, то есть что-то такое. Это те вопросы, которые переходят к границу человека, его личности, его вообще пространства какого-то. Не хочу вдаваться в детали. Вот прям очень-очень глубоко плюс тем психологии мне абсолютно не близка, поэтому я с обывальщикой точки зрения рассуждаю сейчас. Но разве границы не условны для каждого человека и свои? Они условны, но они начинаются и заканчиваются ровно там, где я не наношу, например, вам неудобства. Я к тому, что неудобный вопрос для одного человека может быть вполне себе удобным для другого. Это нужны веские причины, чтобы переходить эту границу. Ну, например, близость отношений, да, то есть насколько мы близки. Наверное, я не смогу вам задавать интимные вопросы, это будет неуместно, да, как вы мне. Если бы мы были близки или дружили, то вполне возможно, почему нет, потому что я вас уже пустила ближе, чем можно. То есть, получается, неудобные вопросы – это в первую очередь категория тех вопросов, которые задаются людям, между коими еще нет тесной взаимосвязи, долгого общения или какого-то эмоционального фидбэка, что позволило бы не воспринимать эти вопросы как табуированные, верно? Если мы говорим о взрослых людях. Да, если о взрослых, да. Но и взрослые переходят границы достаточно часто, даже при близости, потому что есть степень близости с людьми, которые мы можем только между друг другом как-то раскрывать и обозначать. Есть та степень близости, которую, в общем-то, если я вынесу на обсуждение, даже с очень близким человеком, наверное, это его очень сильно обидит. Давайте начнем с детей. Взрослым успеем перейти, наверное, ближе ко второй половине программы. Дети задают вопросы часто, постоянно, я бы даже сказал, и это нормально. Мне кажется, сама формулировка, почему дети задают вопросы, наверное, не имеет ни значения, ни смысла, потому что они находятся в новом для себя мире, они его пытаются узнать, познать, прощупать, как-то его на себя примерить и все, и же следующее. Но дети задают и неудобные вопросы. Какие, например? До любые. Оттого, почему небо голубое и вода соленая. До того, уж не знаю, насколько мы в эфире можем говорить те или иные вещи, но до каких-то интимных подробностей. А почему-то у папы то-то, а у мамы вот это. Ну, то есть, если мы говорим с вами про анатомию и вопросы секса, то вполне допустимо относительно эфира. А, ну, прекрасно. Тогда замечательно. То есть, вот такие вопросы такого характера, они тоже подходят под категорию неудобных от детей? Ну, конечно. Например, это моменты внешности, здоровья. На самом деле, дети это или взрослые, никакого различия нет. Здесь момент того, что у детей это более свободная такая форма. Почему дети на самом деле задают столько вопросов? Потому что это их развитие. Так развивается их нейронная сетка. Вы правильно сказали, что они попадают в мир, в котором они ничего не знают. А тут вдруг вывеска рекорд. А почему она такая? А вот здесь почему такое? А почему у вас микрофон такой, а у меня такой? Ну, то есть, если смотреть на мир глазами ребёнка, то, конечно, это бесконечное почему. Потому что так создаётся картина, и в том числе не просто познание, а безопасность. Я бы вообще назвала мозг ребёнка такой исследовательский детский институт. Хорошее обозначение. Смотрите, а почему многие взрослые очень нервничают и негативно реагируют на постоянно? Ну, то есть, у них это вызывает определённое раздражение. Я не говорю за всех, но такая категория тоже есть. Наверняка у знакомых знакомых всегда найдётся такой пример, или его можно наблюдать просто где-то в гипермаркете около кассы, когда ребёнок спрашивают, почему это то, почему это то. И ты видишь, что родители уже очень давно на взводе отвечают им отрывисто и резко. Почему так происходит? Ну, потому что поток информации для взрослого такой в двойном варианте, в десятерном, я бы даже сказала. Потому что, да, мы взрослые люди, у меня есть свои какие-то мысли, у меня есть свои переживания, у меня есть свои дела, задачи, стратегии. Здесь есть ребёнок, за него тоже я что-то несу, и вдруг у меня поступает один, второй, десятый, пятый. И то есть в голове я, как мама, иногда не успеваю даже додумать одну мысль, а мне уже прилетело три вопроса. То есть, ну, конечно, это такое раздражение естественное. С другой стороны, почему раздражаются? Потому что встречаются с собственными чувствами, неудобствами, стеснением, допустим, да, незнанием, ограниченностью. Ну, то есть здесь от того, что, блин, меня увлечили в том, что я не знаю, да, почему небо зелёное, или там, да, любое, понимаете, да, тут аналогия, вот, до того, что у меня на кассе могут спросить, а что это в коробочке? Если я отвечу про зевотив, у меня спрашивают, а что это? А я начну объяснять, ну, в общем, это, знаете, такая история. То есть, конечно, больше раздражение у родителей, если говорить про неудобные вопросы, это сталкивание со своими неприятными или стеснительными переживаниями. Если говорить про вот такие бесконечный поток просто познания, ну, наверное, мы не всё знаем, и это надо признать. Ну, то есть, в первую очередь, молодым родителям, к примеру, которые нас сейчас смотрят, не стоит себя корить за то, что они иной раз слишком нервозно-раздражительно, когда слышат подобные вопросы. Нет, я вообще, ну, я так услышала, что вы не очень близки к психологии, я так прям чуть-чуть расстроилась, но потому что... Ну, как-то странно, да, вроде журналисты не близы к психологии. Ну, ну... К нам недавно плотник приходил, тоже очень расстроился. Да, что не близок, да, ну, тоже, да, верно. Ну, я к чему это говорю? К тому, что во всём есть осознанность, да, и если родитель, послушая информацию, разобравшись, осознает, о, да, вот здесь я раздражался, а здесь я стеснялся, и тогда в следующий раз эта осознанность, то есть фокус такой внимания будет давать ему немножко хотя бы оттормозиться. Ну, чуть меньше психануть на первый раз, да, потом уже сойти в нет и обозначить, слушай, а вот эти вопросы мы не задаём вот здесь, а вот здесь, если тебе будет интересно, это на ушко, мне скажи. А вот здесь вот, ну, то есть здесь нужны правила, опять и границы, не ограничивать ребёнка, чтобы он не говорил или заткнулся или ещё что-то, а обозначить, где и как можно себя так вести и проявляться. Это работает даже с гиперактивными детьми? Ну, сложно, мы же говорим уже про диагноз. Так, да, да, можно, 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 это будет немножко труднее просто. Скажите, когда мы приходим к ситуации, что родители, предположим, молодец не нервничает, его не смущает этот поток, или они уже выстроили систему, о которой вы говорите, что ребёнок чётко понимает, когда и какие вопросы стоит задавать, всё, то есть с этим пластом мы справились, всё в порядке. Но мы переходим к вопросам, на которые как раз-таки родитель отвечать не может, потому как он банально растерялся. Вот как раз о тех вещах, которые говорите вы, ему не хватает где-то самознания, или он встречается с внутренними зажатостями, какими-то стеснениями и комплексами, которые не может преодолеть. В таких случаях реакция, как правило, достаточно однозначна. Это вырастешь и узнаешь, или не время сейчас, или потом поговорим. Стандартные такие. Или это тебе знать не нужно, да, да, ты стандартизируешь, но от этого. Стоит ли так делать? Ну, конечно, нет. Мне кажется, здесь даже и вопросов быть не может. Невозможно так. Нельзя так говорить. Всё, вот даже тут обсуждать нечего. Так нельзя говорить. Потому что этим мы учим ребёнка ограниченно мыслить, не проявлять инициативу, не развивать поток мысли, познания. То есть и потом это хороший, прекрасный работник, исполнительный, недалеко, недальновидно думающий, да, такой ограниченный в эмоциональной сфере. Потому что каждый раз, когда мы хотим задать вопрос, у нас мысль возникает, да, за ней возникает реакция, чувство. И, собственно, и вот это вот обрубание, бесконечное внутри обрубание, то есть вот этот творческий поток, он и прекращается. И потом на консультациях у меня выясняется, что мама говорила, заткнись, поэтому петь не могут. Или там не могу выражать мысли, писать, потому что говорили, ты вот не то делаешь, не так. Это правда, что, наверное, 90% проблем человека по итогу, особенно когда он посещает консультации, то есть обращается к специалисту, выясняется, что они приходят именно из детства. И сообщения с родителями. К сожалению, да. Нельзя перекладывать здесь ответственность, здесь нужно проживать все, что мы там получили, и некую новую парадигму, да, такую, ну, менять, менять свою точку зрения. Но без проживания чувств, которые мы получили в детстве, будь то злость на маму или ненависть там к бабушке, ну, никак их не обойти. Но потом, когда человек переживает то, что у него застряло в детстве, то он просто начинает по-другому относиться и уже успокаивается, и уже может влиять во взрослой жизни совершенно по-другому. Это называется копинг-стратегия. В случае, если родитель действует вот таким правильным путем, он старается не ограничивать своего ребенка, чтобы не прервать этот поток информации, не мешать впоследствии, как мы уже выяснили благодаря вашим ответам, и развитию его мышления, и, возможно, социализации в каком-то плане. А если он действует от обратного и отвечает прям абсолютно на все, может ли это сыграть какую-то злую шутку, когда ребенок о чем-то узнает, ну, предположим, раньше, чем следовало, или что-то, что ему, ну, сейчас, грубо говоря, вообще знать не стоит, ну, вот там, не получать ответ на эти вопросы. Может ли родитель из самых благих намерений, из самым спокойным рассудительным стратегическим подходом привести к тому, что повлечет его ответы, повлекут какую-то неприятную реакцию для развития ребенка в целом? Это вопрос, который мы с вами разберем во второй половине программы. Нам подсказывают, что первое уже подошло к своему логическому завершению. После рекламной паузы мы продолжим диалог, так что не переключайте, ФМ волнуйте свой телеканал. Реклама Продолжают говорить и показывать открытая студия совместного проекта Радио Рекорды, телеканала Арктик ТВ и ведущий Николай Дукмас в гостях у нас сегодня психолог Екатерина Янец. И одно селфи спустя, или что это там происходит, мы можем продолжить беседу. Я задал вам вопрос относительно того, может ли родитель, руководствуясь исключительно благими намерениями, открыть ящик Пандоры, который впоследствии сыграет какого-то негативного ключа на развитие ребенка, отвечая ему в любом возрасте на все неудобные вопросы, которые он задает? Безусловно. Во-первых, нужно учитывать возраст ребенка, в каком возрасте и что мы говорим. Что еще можно здесь сказать? Здесь важно говорить, что не всю, правда, информацию нужно знать ребенку. То есть мы дозируем информацию в зависимости от того, какой возраст, какой уровень, какая психика у ребенка. Один ребенок может что-то выдержать, другой не сможет это выдержать. То есть здесь очень важно все-таки дозировать. Ну и если мы вообще на все вопросы отвечаем всегда, везде и никак не останавливаем и не устанавливаем границы, то получается, что мы такую вседозволенность даем. И потом ребенок мешает, правда, нам в общественном транспорте, в беседе со взрослыми, да, там, он не видит субординации, не понимает, то здесь тоже нужно быть аккуратным. По поводу возраста, в какой-то определенный момент кто-то решает, а вот сейчас я начну проводить с ребенком вот эти вот взрослые беседы про меру устройства. Это любимое мое. Да, 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 вот там, пчелки, бабочки, цветочки или кто там... Пыльца, пыльца, да, да, да. Как, что такое жизнь, что такое смерть и прочее, а кто-то думает, не, 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 подожду, когда ему где-то там 18-21, все, тогда поговорим. Да, и вообще самая золотая середина, которую я же ему планшет подарил, там интернет с родительским контролем и VPN, который ребенок уже самостоятельно поставил, потому что ему подсказали друзья в школе или в подготовительной группе. Вообще друзья в школе все подскажут. С вами полностью согласен. И вот как получается, многие и не касаются подобных тем с ребенком, потому что в какой-то определенный момент выясняют, что ребенок уже сам всего в курсе. Где-то чего-то он даже побольше знает, потому что нашел какие-то ресурсы в интернете, которые ему подсказали. И с одной стороны, это должно быть по логике вещей, или может быть с этической точки зрения, это нехорошо и неправильно, но есть многие примеры, когда родители говорят, ну и славно. Ну и славно, он уже все это знает, мы пробежали этот этап, хорошо, Господь уберег, все замечательно. Как вы считаете, здесь тоже должна быть какая-то золотая середина? Потому что информационная блокада, на мой взгляд, субъективная, это вряд ли правильно, ведь все... Не то время, не те ресурсы. Но, с другой стороны, если перекладывать вот такое воспитание и взросление полностью на электронное устройство, интернет, может же произойти абсолютно тихий ужас. Как здесь поступать? Во-первых, корни всего этого идут из контакта с ребенком. То есть, если я вдруг замечаю, что мой ребенок уже все знает, где я все это время был как родитель, да, вообще обращал ли я внимание на ребенка, интересовался ли я им, да, как-то так, ну... Это такая тоже степень близости, да, с ребенком. Если ребенок ничего не знает, а ему уже, там, предположим, цать лет, то, собственно, отчего я берегу маленького? Мальчика или девочку, да? Потому что, ну, действительно, они все равно все узнают, им все равно все расскажут. Почему? Потому что это естественный процесс развития. В школе кому-то подарили книжку, кто-то посмотрел видео в интернете, трактуется это как угодно, страшилок много, то есть это тоже перекос. Все должно быть дозировано вовремя, и тоже это все зависит от возраста ребенка, потому что одному это интересно, а другой еще в куклы Барби машинки играет. Вот. Что здесь важно говорить о том, что у детей, несмотря на то, что у них очень много доступа к информации, различный, и хороший тоже, действительно. Это правда. Да, но они ее трактуют по-своему, потому что у них свой страх внутри, у них свои иллюзии, они считывают что-то с мамой, с папой, или что-то происходит в коллективе, да, там, допустим, кто-то уже целуется, а вот мне там уже 15, а я еще не целовался, а все там уже про секс разговаривают, о боже, со мной что-то не так. Ну, я не буду раскрывать всю эту тему, потому что, мне кажется, это такая глобальная отдельная тема, да, но там очень много того, что ему страшно, или он не знает, что с этим делать, да, если говорить чуть глубже про тему секса тоже, да, то мальчики не понимают, что там делать с эрекцией, и девочки не понимают, что вообще с мальчиками, ну, и такая, получается такая заварушка, одни и других, собственно, учат, непонятно чему, и непонятно откуда они взяли. Так вот вопрос, и стоит ли во всю эту заварушку врываться с широкой ноги, так сказать, родителям? Во многих странах есть примеры, и у нас иногда практикуют либо отдельными курсами, либо в качестве экспериментального направления уроки сексуального воспитания. Особенно это часто происходило при сотрудничестве с компаниями, которые не признаны иноагентами в нашей стране. И вот, ну, вроде бы, достаточно адекватная позиция, то есть определенный возрастной контингент, ребенок уже в нем находится, это общеобразовательная программа, дополнение к ней, и он точно все узнает вместе со всеми в своем, там, комьюнити, в своем небольшом обществе. И родители как бы снимают ответственность. Но если мы говорим про наши современные реалии, насколько мне известно, я могу сейчас ошибаться, если что, потом в комментариях, повторяя это все поправят, на постоянной основе у нас уроки сексуального воспитания в школах не практикуются. И правильно ли родители в таком случае врываться в этот вопрос самому? Или вот то, о чем вы говорите, все равно один и скажет, другой посмотрит, и они будут трактовать и пытаться все это выяснить между собой? Еще глубже здесь нужно смотреть. Если мой ребенок, правда, прочитал хорошую книгу, или ему что-то, ну, правда, толковое рассказали про эту тему, но здесь момент, как реагирует родитель. То есть я могу все знать, как ребенок, но моя мама говорит, фу-фу, какая гадость. Или папа смотрит презренно. И считывается, что это табу. И это уже накладывает отпечаток. И потом выясняется, да, в кабинете, когда взрослый дядя и тетя, говорит, а что-то я тут стесняюсь, что-то у меня там не очень все. Поэтому врываться с ноги не надо, не стоит, но открыв дверь, присмотревшись, потихонечку подобравшись к этой теме и посмотреть, в каком состоянии ребенок, вообще готов ли он именно с вами об этом говорить. Вот, то можно уже как-то заходить потихоньку с другими моментами. И здесь действительно помогут... Тихой сапой, без марш-бородков. Да, да, тихонечко, аккуратно, как устанавливаются прекрасные отношения или любовь, или дружба, да, где мы не врываемся, тихонько узнаем, приближаемся друг к другу, потому что это очень важный момент. Здесь важно, чтобы все-таки родители не лезли, вот лучше не лезть, если они не справляются сами со своими эмоциями. Важный момент. Да, да, лучше это посвятить специалисту. И первым делом прийти самому к специалисту, поговорить о том, что с тобой в этой теме, пережить эти эмоции, и потом или у человека появляется, в общем-то, сила говорить со своим чадом, или он его отправляет к специалисту, или дарит ему книгу, и, в общем, там уже легче происходит коммуникация. Если говорить про эту именно тему. Но у нас есть другие темы, которые тоже такие очень... Что касается взрослых, которые задают неудобный вопрос, мы с вами так получилось застрели внимание на детях, но это, правда, было очень любопытно. Времени так много остается до завершения эфира, но нам вообще хватит. Взрослые, которые задают неудобный вопрос. Все это уже сформированная личность, он, предположим, мы возьмем примеры, которые озвучивали вначале, два человека, которые не близки друг с другом, и они одинаково социально развиты, то есть они оба понимают, что вопрос, который сейчас последует, он прозвучит некорректно в данной ситуации, обращенный именно к этому человеку. Может быть, даже это будет определенный вызов. Когда человек задает такой вопрос, из причисленных вами, к примеру, там, а что ты так плохо выглядишь, там, на полном серьезе, никогда это друзья шуткают, или вот про, там, вес, про дальнейшее устройство по жизни, про работу и прочее. Люди делают это назло, они просто хотят насладиться моментом подавления, это какая-то определенная доминация, пусть и местечкового характера, или это вот тоже специфика устройства личности, человек просто хочет поддержать беседу, вот он такой активный, дружелюбный, и не подразумевает под этим ничего плохого. Да весь спектр, который вы перечислили, потому что, вот вы правильно сказали, вот он сформированная личность, вот нужно посмотреть на человека и понимать, вот так он сформировался. Все, точка. Вариантов других не будет. Здесь, соответственно, слежит на том, кому задают вопрос, да, он должен ограничить, поставить там рамки, объяснить, дать знать, ну, как-то себя обезопасить в этом моменте. Вот. Другой человек, вот он настолько развит, а может быть он и развит, но вот сейчас, правда, он преследует цель, там, собственно говоря, там, сарказм свой выпустить, злость, зависть, все что угодно, да, или чуть приподнять себя, потому что он знает, что, ну, вот он не очень, да, то есть, обычно я такие ситуации вижу, когда мамочки, которые родили, там, не знаю, трех-четырех детей, и спрашивают своих давних подруг, ну, что очередной бизнес открыла, а у меня вот третий скоро будет, ну, то есть здесь явно видно такая. Ну, или обратная ситуация. Перечислить пример, то это такое определенное тешнее самолюбие, какое-то проявление тщеславия. Да. В определенной степени. Глупость, тщеславие, злость, зависть, что угодно. Если ты сам задал неудобный вопрос, но вроде бы не считаешь себя ни глупым, ни тщеславным, нет зла в тебе, ну, вот как такового. Хотя тоже я понимаю, что тема «Если в человеке добро и зло», это нам с вами на несколько часов засесть, налить уже не воды, а чаю покрепче горячего, сидеть, пообщаться. Ну, вот так, образно. Ты примерно хороший человек или тебя таковым считают. И ты задаешь вот неудобный вопрос не во зло. Так получилось. Стоит ли оправдываться за это? Или потом корить себя? Или просто это случается? Вот мы всегда отдаем себя отчет в своих действиях? Здесь стоит понимать, что мы не идеальны. И вот сразу расслабиться. Да, я могу ошибиться, да, я могу нарушить, да, я могу все, что угодно. Другой тоже несет ответственность. Можно с ним так говорить или нет. У него есть рот, он может через него говорить. Вот. Здесь очень важно, чтобы если вы поняли, когда вы поняли, да, это вы просто извинились. Как-то поговорили. Если вы осознали это спустя там какое-то время, вернулись к этому и человеку сказали, что прости, я не подумал, это неудобно, потому что правда, иногда это бывает спонтанная такая штука. Как вы считаете, пускай это будет последний вопрос, на который можно, я убежден, дать и очень широкий, развернутый ответ, можно дать его просто категоричным да-нет, но он под собой определенно несет много подсмыслов. Если мы будем говорить про взаимоотношения людей, там, мужа, жены, если мы будем говорить про взаимоотношения и человек-государства, если мы будем говорить про взаимоотношения и ребенка и мир, вы считаете, что... Человек все-таки живет, он живой, я есть. Если я есть, то мне это интересно. И задавать вопросы, это не стыдно, это важно. Это говорит об уровне интеллекта, да. Поэтому задавать вопросы нужно всегда и везде. То есть, получается, не стыдно чего-то не знать, стыдно не пытаться это узнать? Конечно, безусловно. Что-то из себя строить нет смысла. Спасибо большое. Было очень приятно с вами пообщаться. Искренне надеюсь, что в следующий раз у нас с вами будет чуточку больше времени. А пока благодарим за визит и за то, что посетили открытую студию. Всего доброго. Открытая студия